Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Станция спортивная» и ее ведущая Арина Лукьянцева. Сегодня мы поговорим о кёкюсинкай. Это японское боевое искусство, которое стало популярным видом спорта по всему миру. Все подробности расскажем далее. Кёкюсинкай, или как еще называют кёкушинкай, это стиль карате, основанный в 1950-х годах. Создателем считается Масу Цацу Аяма. Он занимался карате с раннего детства, имел черный пояс и служил в императорской армии. Кёкюсинкай – одна из самых трудных и жестких разновидностей карате. Дословно название стиля переводится с японского как «Общество абсолютной истины». Основатель единоборства делал упор на его практическое применение для подготовки жестоких и сильных бойцов, в том числе и солдат для армии. Первая российская секция кёкюсинкай была открыта в Москве в 1973 году Александром Танюшкиным. Он стал основоположником этого стиля в нашей стране. К концу 80-х годов в СССР сформировалась Отечественная школа кёкюсинкай. Даже в период запрета карате с 1982 по 1989 годы, благодаря усилиям Танюшкина и его учеников, продолжалось изучение и развитие стиля. Результатом многолетнего труда основателя стала официальная регистрация Федерации кёкюсинкай СССР в 1990 году. В настоящий момент Федерация кёкюсинкай России признана Государственным комитетом страны по физической культуре и спорту. Кёкюсинкай зарегистрирован как официальный вид спорта и включен в единую всероссийскую спортивную классификацию. В Ленинском городском округе мы уже развиваемся 23 года. За это время у нас воспитано 15 мастеров спорта России, 2 мастера спорта международного класса. Вот в этом году занимается примерно 300 спортсменов в клубе. Кёксинкай развивается, особенно в Московской области, в последние годы очень даже хорошо. Конкуренция стала вообще огромной. Одна из больших конкуренций сейчас на данный момент в России. Московская область представляет как бы опасную серьезность для многих спортсменов из России. Сейчас наш клуб очень хорошо подготовлен и мы считаем себя, по мне, одним из лучших клубов в России сейчас на данный момент. Кёксинкай каратэ – чрезвычайно зрелищный вид спорта. Отличительной чертой этого подвида каратэ является полноконтактный бой. Единственное ограничение – это запрет ударов голову руками. Бои в полный контакт насыщены высокими ударами ногами и мощными ударами руками. Экипировка, наверное, в каратэ – самое минимальное требование, потому что занятие проходит босиком, это значит кимоно, оно у нас называется доги, то есть одежда, в которой занимаются каратисты. И самое минимальное защитное снаряжение – это шлем, перчатки и щитки на ноги. Если правильная подготовка спортсмена проходит, правильная техническая, физическая подготовка, то травм у нас меньше даже, чем в футболе. Основными техниками кёксинкай каратэ являются удары руками, ногами, коленями и локтями. Удары выполняются в различных плоскостях и направлениях, включая удары ногами в голову, корпус, руки и ноги. Также в боевом искусстве используется много различных блоков и защитных приемов. Основной принцип техники – это максимальная эффективность при минимальных затратах силы и энергии. Тренировки включают в себя работу над техникой ударов и блоков, а также растяжку, работу на снарядах и бойцовские бои. В основном мы делаем технику традиционную на месте. Дальше растяжка, работа в парах, работа на грушах, по подушкам. Все по-разному. Всегда, смотря какие цели. Если у нас соревнования, мы больше в парах работаем. Если экзамен, то больше технику делаем. Философия этого стиля восточных единоборств строится на принципах уважения, честности, дисциплины и самоконтроля. Главной целью практики является формирование характера и духовного развития через физические упражнения. Кикюсинкай уделяет большое внимание развитию учеников как личностей и внедрению принципов, полученных в зале, в их повседневную жизнь. Основой философии Кикюсинкай является концепция ОС, которая включает в себя полное погружение в процесс обучения. Философия этого подвида каратэ также подразумевает уважение к противнику и учение смирению через борьбу. В Кикюсинкай каратэ основная философия держать голову низко, а глаза высоко и все время стремиться на вершину. И я думаю, это правильно. Наш вид спор каратэ Кикюсинкай отличает от других вид спортов именно дисциплина. Это вход в зал, это поклон, уважение к старшим, к тренеру, к друзьям, которые тренируются. Кикюсинкай подходит как для мужчин, так и для женщин, вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Занятия проводят опытные тренеры, которые помогают каждому ученику достичь максимальных результатов и совершенствоваться в каратэ. Каратэ Кикюсинкай сейчас занимается много бабушек и дедушек в той же Москве. Они с удовольствием занимаются, сдают даже на пояса, участвуют в каких-то соревнованиях для их возраста, и все нормально. То есть можно начать заниматься в три года, а можно начать заниматься и в 70 лет, все находят что-то свое. Возрастных ограничений у нас нету. У нас от трех лет, вот, и у нас есть и взрослые занимаются, как бы, возрастных ограничений у нас нету. У нас есть соревнования как по детям, так и по юношам, так и по мужикам и по ветеранам тоже, поэтому у нас могут заниматься все. Мне лично больше нравится девочек тренировать, у них они более понимающие, у них характер, мне кажется, иногда сильнее, чем наши мальчики, но и девочек привлекает это тем, что многим нравится, или как бы папа занимался, или мама занималась, и приводит. И они здесь тоже закаляют свой характер. Нужно прийти на пробную тренировку, посмотреть ее, и я вас уверяю, что у нас 80-90% приходят на пробную тренировку, они остаются. И 10% – это те, которые вообще не могут, типа, там, им больно плачет, или что они готовы, мы их не берем. Спортсмены владеют высоким уровнем техники, показывают невероятную силу и выносливость, а также являются воплощением духовных принципов Кэкэсюнкай. Мы узнали, что их привлекает в этом виде спорта и какие планы на будущее. Я занялся этим спортом с четырех лет, то есть я занимаюсь с 10 лет. Я занялся этим, так я хотел усовершенствовать свое тело и технику в плане боя. Чем привлекает этот спор? Тем, что он менее травмоопасен, чем другие, и более эффективен в плане техники. Я серебряный призер России. Судьи сказали после боя то, что я первый, но это не важно. Так вот, я недавно занял первое место на области, и зеленый пояс – это у меня почти, можно сказать, последний. После него идет коричневая полоска, коричневый, потом коричневая с первым данным и черным. То есть мне осталось еще чуть-чуть. Я планирую стать мастером спорта и занять первое место на мире. Я просто раньше ходила на плавание, мне плавание вообще не подошло. И я решила вместе с братом ходить на каратэ. И я уже занимаюсь четыре года. Можно драться, всякие удары отрабатывать. Ну, я хочу дальше заниматься и заниматься этим видом спорта. Мне папа сказал пойти защищать сестру, младших братьев, ну и все такое. И тебе как пригождается этот спорт в жизни повседневный? Ну, очень сильно помогает, да. Например, в школе все это случится, братьев обижают. Например, вот так. Московская область выиграл первое место. И в будущем хочу обладателем черного пояса, мастер спорта. Пояса подразделяются на две основные категории. Q – уровень ученика, и Dan – уровень мастера. Пояса первой категории сменяются в обратном порядке. От десятого Q к первому. И имеют пять цветов, а часть из них еще и специальные полосы. Со временем стали чаще выделять дополнительный одиннадцатый Q, который соответствует нулевому уровню. За первым Q следуют степени мастера, которые имеют нумерацию по возрастанию. От первого, Dan – до десятого. Каждый цвет пояса имеет свое значение и символизирует определенный этап на пути к мастерству. Каратист, идя по этому пути, развивает свои физические и духовные способности, углубляет знания и овладевает всеми аспектами, как и сенкай каратэ. Занимаюсь я 8 лет, и причина – с детства. Мне очень нравилось боевое искусство, и поэтому решил записаться на каратэ. До черного пояса осталось два экзамена, два тяжелых экзамена. Коричневый пояс – это почти предпоследний пояс перед черным. Кто представляет из себя эти экзамены? Экзамены представляют из себя кондиции, отжимания приседаний пресс, представляют удары, удары ногами, техника передвижения, и включают в себя тяжелые бои. В будущем я хочу стать тренером и также тренировать своих учеников, чтобы они стали чемпионами. В каратэке кюсенкай, как и в большинстве других видов спортивных единоборств, используется традиционная для данного направления терминология. Она позволяет кратко и точно обозначать понятия и действия. Для всего мира эти термины едины. Это спецтермины, и по ним занимается весь мир. Поэтому любой наш спортсмен, ученик может в любой точке зрения войти в зал кюсенкай каратэ и начать заниматься, не понимая языка той страны, где он находится, спокойно заниматься, потому что термины едины во всем мире. Этим, в принципе, доступности не так много этих терминов, на самом деле, там несколько десятков. То есть он может, абсолютно не понимая тренера, спокойно тренироваться. Почему? Потому что единая терминология используется. Кюсенкай каратэ помогает развивать физические качества, такие как сила, гибкость, баланс, координация движений и выносливость. Регулярные тренировки улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем и повышают общий тонус тела. Необходимость преодолевать усталость, страх, боль, сомнения закаляет характер. Трудности делают спортсмена более выносливым в физическом отношении и устойчивым в эмоциональном плане. Каратист овладевает умением контролировать свои эмоции, становится более спокойным и дружелюбным. Однако существует миф, что кюсенкай и каратэ в целом прививают агрессию. Разберемся, так ли это на самом деле. У нас тренировки не только служат для того, чтобы развить силу, мощь и какие-то бойцовские качества, но еще и уважение друг к другу. У нас ребята все дружат. И я считаю, что наоборот, вся агрессия молодого поколения, если ее оставляешь в зале, то ее на улице точно не будет. То есть они все свои, весь свой адреналин оставляют здесь. Дисциплина в любом случае на первом месте у нас стоит. У них здесь, они как бы, когда приходят, обучаются сначала дисциплине, а будет дисциплина и будет результат. Я считаю так. Когда у ребенка есть дисциплина, и тренер воспитывает его как надо, он свою агрессию оставляет. Если даже есть это в ребенке, на тренировке и на других людей, никаким образом это не сказывается. Среди многочисленных боевых искусств сегодня Кикосинкай одной из самых популярных, в том числе и в нашем городе. Попробуйте себя в этом виде спорта, и, может быть, именно вы станете следующим чемпионом. Развивается человек гармонично, то есть у нас, потому что активно работают и руки, и ноги, и дыхание. Нужна выносливость, нужна хорошая скорость, поэтому тело развивается максимально гармонично. То есть все группы мышц участвуют в работе. А на сегодня это все. С вами была программа «Станция спортивная» и ее ведущая Арина Лукьянцева. Будьте здоровы, берегите себя, занимайтесь спортом. До новых встреч!